Эта победа над вирусом особенная. Сразу несколько больных попали сюда прямо из дома престарелых. Полине Алексеевне в мае исполнится 100 лет. Помимо основного диагноза COVID-19, у этих пациентов немало сопутствующих заболеваний. Вы самые хорошие. У меня слов нет, одни чувства к вам столько. Режим ЧАЭС в Казахстане продлен до 11 мая, но ряд ограничений снимается уже сейчас. Это, конечно, не означает окончательную победу над эпидемией, но страна постепенно возвращается к привычной жизни. Самое заметное изменение — открытие детских площадок. Спустя почти два месяца на них снова слышится смех. При этом про социальную дистанцию по-прежнему забывать нельзя. Мечети Казахстана остаются закрытыми для прихожан. С режимом ЧП совпал священный месяц Рамазан. Все ритуалы теперь проводятся онлайн. С 27 апреля в Нур-Султане возобновили работу банки, риелторские агентства, крупные магазины бытовой техники. Власти разрабатывают масштабный пакет мер по поддержке предпринимательства. Восстановление экономики обсуждали на заседании Совбеза Республики. Уже сейчас нужно смотреть на несколько шагов дальше, как будем мы выходить после вирусного периода. Мир уже не будет прежним. Приоритетом будет самодостаточность, расчет на собственные ресурсы, надежность производственных и финансовых цепочек. Президент Казахстана Касым Жамартукаев поручил правительству и Нацбанку в двухнедельный срок разработать комплексный план по поддержке отраслей, пострадавших в результате пандемии. Говорить о победе над инфекцией пока преждевременно. Тысячи медиков уже почти два месяца работают буквально на износ. Вы на переднем планке, можно сказать, фронта борьбы против пандемии. Очень благодарны моим медикам. День и ночь работаете. К сожалению, в Алма-Ате не уберегли медиков. Сейчас занимаемся ликвидацией сложившейся чрезвычайной ситуации. Так что прошу вас быть на чеку и беречь самих себя. В Нур-Султане возвели модульный инфекционный госпиталь площадью 7 тысяч квадратных метров. Врачи обращаются к гражданам с призывом не забывать о мерах предосторожности. Верный признак возвращения к нормальной жизни. В Казахстане с начала мая возобновляется авиасообщение. По основным направлениям, правда, попасть на борт пассажиры смогут, только предъявив справку о прохождении теста на COVID-19. Продолжение следует...